Всем привет, друзья! Если вы думаете, что вчера у вас был далеко не самый лучший день в этом году, не переживайте, есть те, кто вчера выпил чашу невезения до дна залпом. Аякс снова давал мастер-класс именитому сопернику в Лиге Чемпионов на их же стадионе, но потом резко все пошло не так. А Зенит и Артем Дзюба, как мне кажется, слишком многого от себя ждут. А прежде чем мы начнем, я напоминаю вам о том, что этот обзор создан при поддержке постоянного партнера моего канала, компании MarathonBet. MarathonBet выше коэффициенты, больше выигрыши. Ссылка на официально самого надежного букмекера в закрепленном комментарии. Итак, Зенит проиграл Лейпцигу и на выезде, и у себя дома. На самом деле в этом нет ничего страшного и удивительного, так и должно происходить в нормальной вселенной, потому что команда из Германии, команда из России, какая из них сильнее, догадайтесь с одного раза. Дело не в том, что Зениту невозможно выиграть у Лейпцига. Возможно, конечно же. В этом мире вообще возможно все, а в футболе так подавно. Дело в другом. Дело в том, что обе эти команды стараются играть в быстрый атакующий вертикальный футбол. Но какая же, я не скажу, что пропасть между этими скоростями, но какая разница заметная между этими скоростями? Потому что как играет Зенит? Зенит играет на Дзюбу. Дзюба должен принять, а потом сбросить на фланг, либо же в одно касание сбросить куда-то в сторону. Потом Зенит начинает накатываться на чужие ворота, но пока Дзюба принимает, разворачивается. Вот как Лукаку разворачивается с этим гусеницами, так разворачивается и Дзюба. И вот пока он это все сделает, разумеется, все защитники Лейпцига уже сели на свои позиции. Иногда Дзюба за счет паузы, за счет промедления, наоборот, выигрывает для себя позицию и выводит Азмуна, например, один в один. Либо же сбрасывает на фланг в одно касание, и это дает скорость атаки Зенита. Но таких шансов, таких моментов за весь поединок пара-тройка за полтора часа. Остальное же все зажевывается, остальное же все очень медленно продвигается. Лейпциг садится, Лейпциг читает, это небольшая проблема. А Лейпциг двигает вертикально мяч, ну раза в полтора быстрее. Он решает те же самые задачи гораздо быстрее, это заметно, там не надо даже включать секундомер. И виновник этих двух поражений Зенита от Лейпцига, как мне кажется, далеко не реализация, хотя моментов хватало и на выезде, и дома. Забивай их все, и будут победы. Но в футболе забивать все равно невозможно, поэтому лучше методично давить на соперника, играть как можно быстрее, неожиданнее. И тогда у тебя будет еще больше моментов и еще больше шансов на победу. А получается так, что те задачи, которые Лейпциг решает за 2 секунды, Зенит решает за 4, за 3, за 4. И это, конечно же, бросается в глаза, и это дает время на оборону Лейпцигу, дает время перестроиться, посмотреть, занять позиции, добежать до своего футболиста. Конечно же, были, повторюсь, там определенные яркие эпизоды, были чуть ли не выходы один в один, все это было, но это мелочи. Потому что в остальном-то полтора часа Зенит играет очень медленно. И когда, разумеется, когда кто-то не делает то достаточно быстро, что немцы делают очень быстро, возникает нервозность. Потому что Артем Дзюба, как футболист, который олицетворяет, я так понимаю, Зенит, хотя я так смотрю только краем глаза за этой командой и то в Еврокубках, но вот вокруг него все крутится, и он очень сильно разнервничался в этом матче. Потому что он понимал, что Лейпциг делает простые вещи быстро, Зенит делает медленно. Он орет на своих, он толкается с чужими, он там зацепился от этого упомекано, начал его сначала бить локтем, потом лбом, вот это вот все. Это все от нервозности, от того, что он думал, что Зенит будет играть гораздо лучше. А Зенит на фоне Лейпцига играет медленнее. И это абсолютно типичная история для футболиста, который большего ожидал от своей команды, большего ожидал, возможно, от самого себя, а оно как бы что-то не получается. Знаете, ваши ожидания, ваши проблемы. Немцы играют гораздо легче, гораздо проще, гораздо быстрее, гораздо вообще результативнее, а мы вот пытаемся, пыжимся, пыжимся, и ничего не получается, ничего не рождается. Поэтому, конечно же, в данной ситуации нервы выходят на первый план. Я вот только одного не пойму. Почему так много всего крутится вокруг Дзюбы в последний год? Почему? Как бы что такого произошло? Как он так внезапно поднялся на несколько ступеней в уровне своей игры, что все так о нем говорят? Вот как бы два матча против немцев, и все становится понятно. Как бы как было все раньше, так и осталось. В чем причина такого шума? Вот. Поэтому я бы на месте Зенита не особо-то нервничал и раздражался по поводу того, что не получается что-то против немцев. Я бы лучше включил записи матчей того же самого Лейпцига. Вот, например, последние два матча перед игрой с Зенитом Лейпциг выиграл 14-1. И попытался бы это повторить. Вот когда вы это повторите, вот тогда уже можно реально что-то будет от себя ожидать в Лиге Чемпионов. Ну, а так пока абсолютно все прогнозируемо. Выйдет ли Зенит из группы? Разумеется, что может выйти. Абсолютно. Ну что, ну есть французы, тем более далеко не чемпионы Франции. Есть португальцы. С этим можно бороться. Но если вот так было с Лейпцигом, что будет в теории в плей-офф Лиге Чемпионов против действительно топового клуба? Матч Леона и Бенфики я, к большому сожалению, не посмотрел. Потому что нужно было как бы чем-то пожертвовать. Как-никак 8 поединков за 4 часа это перебор. И два матча я убрал в тень. Леон обыграл Бенфику. И я абсолютно убежден, что из-за того, что я не смотрел этот поединок, Сеферович опять забил гол. Но вот что ты будешь с этим делать, связь абсолютно очевидна. Вот абсолютно. Я влияю на результативность Сеферовича. Потому что, ну, не может быть столько совпадений. Кто не понял сарказма, я не виноват. А в общем, в данной группе сейчас, группа, которая должна была стать группой смерти, где вообще ничего не понятно, конкретно сейчас, по состоянию на 4 тур, расположение команд четко показывает силу чемпионатов. Германия, Франция, Россия, Португалия. В принципе, все пока здесь логично. И переходим к нашей последней группе на сегодня. И снова матч, который я не смотрел. Валенсия-Лиль. 4-1, Валенсия побеждает. Валенсия забила 4 мяча в последние 20-25 минут игры. То есть, по сути, она большую часть матча проигрывала. Но поскольку я сам матч не видел, ничего вам по этому поводу сказать не могу. Я могу только прокомментировать результат. Дело в том, что у Лиля в последних 11 матчах только 2 победы. И вот на примере Лиля мы наблюдаем классическую французскую историю 21 века в футболе. То есть, по-моему, только Монако смог подняться и задержаться на пару лет в борьбе там наверху. А так-то в остальном у них команды одногодки. У них бывали раньше другие чемпионы, не только ПСЖ. Был там Бордо, Монпелье, например. Ницца стреляла на... Но потом они пропадали. Ницца стреляла на один сезон и тоже как бы все. Сейчас вот Лиль выстрелил в том сезоне и как бы в этом году уже все. То есть, как бы вот французам с этим не везет. У них команды неплохо выступают какой-то сезон. Потом они идут в Лигу Чемпионов. А оказывается, что они уже ничего не могут в этом году. Надо было думать раньше. Мы уже ПП продали. Поэтому у Лиля шансов нет в этой группе. А Валенсия, Челси и Аякс продолжают бороться с утроенной энергией за 2 места в плей-офф Лиге Чемпионов. Вот переходим к нашему центральному матчу этого обзора. Собственно, матч этой группы. Челси и Аякс. И вот вы знаете, если первый поединок был классным с точки зрения тактики, там битва прессинга, вот это вот все дела, то конкретно данный матч, он вообще не про тактику. Вот совсем. Он про хаос в футболе. Потому что там все изначально пошло по сценарию какой-то лотереи, не знаю. Потому что быстрый гол Аякса. Пожалуйста, вот тебе 0-1. Промес забивает со штрафного. Хотя гол записан не на него, а на Абрахама, который пришел помочь своим. Но он пока еще не вошел в игру и махнул мимо мяча. Потому что это же так сложно попасть по футбольному мячу. Но уже сколько раз мы видели, как приходят нападающие помочь к своим воротам. И только портят все абсолютно. Но Челси быстро отыгрался. Пожалуйста, пенальти на Пульшича. 1-1. Четвертая минута матча. Уже ничья. Уже голы. Уже тут замес пошел. Немного успокоились. И когда игра успокоилась, Аякс начал что-то показывать более-менее тактическое. Они играли в свою игру. Это уже все показывать тысячный раз нет никакого смысла. Они играли в свои перегрузки. Перегрузки зон. К этому невозможно быть готовым, если ты специально не готовишься к Аяксу. Вот, например, когда... Если, точнее, если Аякс попадет в финал Лиги Чемпионов. И под них будут готовиться прямо специально. То тогда, возможно, какая-то команда сможет разгадать эту загадку Тенхага. А так, в принципе, кто к ним специально не готовится, вариантов нет. Аякс всегда будет атаковать. И всегда у него будет преимущество в определенных зонах. В любых зонах, в которых они захотят сделать себе это преимущество. Челси не мог сделать с этим ничего. Аякс забил второй мяч. Забил он после такой же комбинации, которую они провернули в первом матче между этими командами. Но теперь Промес не находился в офсайде. Теперь гол был легален. Хотя нам так и не показали, по-моему, графику в этом эпизоде. Но что самое интересное, было же доказано, что и в первом матче, когда Промес забил ворота Челси, вот точно так же на дальней штанге, офсайда не было. Доказали просто люди, которые умеют рисовать правильные перпендикуляры, доказали, что там офсайда не было. Кстати, офсайда в матче Останвила-Ливерпуль у Фермина тоже не было. Это тоже доказано. Потому что люди взяли повторы и нарисовали правильные перпендикуляры. Поэтому понимаете, как бы вар варом, видео-повторы видео-повторами, но если люди не умеют правильно ставить перпендикуляры, линии можно рисовать как угодно. Очень криво, а будет казаться, что очень ровно. Поэтому я бы советовал, как бы если мои советы имеют какую-то силу, кого я обманываю. Но зато можно было бы убрать этих судей с пульта вар, нафиг, ну точнее судья рядом, а перпендикуляры рисуют математики, которые шарят, как правильно под этим ракурсом, потому что камера не снимает нифига, ровно по линии мяча, нет. Как под этим ракурсом поставить правильно перпендикуляр. А то, что они сидят в своих университетах, зарплата 4200, ну как бы пусть придут. Придут и за 1000 евро легко, за один матч будут рисовать правильные перпендикуляры. И все довольны. И игра справедливая, и математикам плюс. А так, как бы, сколько уже было этих непонятных линий с варом? В Италии было в матче интро, как вы помните. В Англии, пожалуйста, и в Лиге чемпионов даже тоже. Бардак, кругом бардак. А потом Аякс забил третий мяч. Ну как Аякс? Еще один автогол в исполнении Челси. Штрафной Зиеха был великолепным. Просто, знаете, на самом деле, здесь даже Кэпу винить не стоит, потому что, ну, такую дугу, во-первых, она нечитаема. То есть, никто не ожидал, что Зиех так пробьет. И он попадает. Если бы он попал в дальнюю девятку четко, я бы сказал, это мастерство Зиеха. Это не косяк Кэпы. Потому что, ну, все ждали подачи. Это был практически угловой. Но Зиех так бьет. Он в Валенсии забивал мяч какой шедевральный. И вообще, просто он уже продал себя 500 раз уже куда-то в Европу. Его никак не могут отпустить. Поэтому гол был забит лицом Кэпы. Ну, в общем, как сказал Миши Батшои, абсолютно правильно. Добро пожаловать в клуб для мемов Кэпа. 3-1. Первый тайм. Преимущество Аякса впереди очевидное. Эти перегрузки, это вот все. Аякс играет в атаке гораздо лучше, чем Челси. Челси тоже хочет, конечно же. Челси играет дома. Челси бежит. Челси был в первом тайме, как Боруссия в первом тайме. Как бы, есть движение, есть моменты, есть удары. Не хватает что-то в конце. Вот не хватает и все. Какой-то, какой-то уверенности, что ли. И вот во втором тайме все продолжилось так же, как и заканчивался. Первый, пожалуйста, Аякс играет впереди лучше. Аякс забивает четвертый гол. Забивает в моменте, когда Ван Дебека уже бросают просто в своей штрафной площадке футболисты Челси. То есть полная разруха и капец. Это как раз-таки за счет перегрузок Аякса. Потому что нужно было вытащить сначала определенных футболистов Челси из зоны. Потом Ван Дебека должен занять был эту зону. Потому что Ван Дебека тут не должно быть. Ван Дебек должен быть на линии штрафной. Там 14-я зона. Вот это его. А он здесь. И к этому не готовы соперники Аякса. 4-1 матч должен был закрываться. Должен был закрываться. Да, потом Челси, конечно же, забил. Вообще, я хочу вот еще сказать. Перед 4-1 даже это было. О какой тактике может идти речь в данном матче, когда Курт Зума вот так вот идет в атаку? Вот это какой-то тактический ход, какая-то схема, какая-то заготовка. Просто это была молодая команда против молодой команды, где всем на все было посрать, кроме того, как бы нам забить больше, чем соперники. Поэтому Зума берет мяч и тащит через все поле, едва не забивает. Вот. Теперь вернемся. 4-1 ведет Аякс. 4-2 делает счет Челси. За счет такой же атаки, как и провел Аякс, свою четвертую, из той же позиции Маунт там пробивал поперек и Аспилюкуэта забил. 4-2, но все равно чувствуется четкое атакующее преимущество Аякса. Как бы Челси играет дома, надо отыгрываться, они раскроются, и Аякс поймает на этих контрах аж бегом. Будет и пятый. А если сильно Челси распоясается, то и шестой. Промеса прорвало. Зиех, ну царь вообще в этом матче. Зиех, он так игрался с Челси, он так игрался с этими защитниками. Ну просто же. И тут в одну секунду все ломается. Потому что произошел момент, который я не видел, я вот не вспоминаю такого момента за всю свою жизнь. И вполне вероятно, такое не произойдет больше никогда. Ну, по крайней мере, то, что я бы смотрел в прямом эфире. Удаляются два защитника Аякса в одной атаке Челси. Блинт и Фелтман получили по желтой в первом тайме с промежутком в 2 минуты. Там 31-33 минута уже у них было по желтой. А здесь они получили по второй желтой за одну минуту. И на самом деле же футболисты Аякса после этого эпизода, вообще после матча, конечно же, говорили, что нас убил судья, судья забрал у нас все, и вообще козел такой. По логике футболистов Аякса судья должен был остановить игру, раз он же собирался давать красную карточку Блинду, сразу же в момент фола Блинда. Потому что в этом есть логика, кстати. Останавливается игра, потому что этот футболист уже не должен участвовать в дальнейшем эпизоде, потому что у него удаление. В этом есть логика, между прочим. Это до меня только что дошло. Но! Если мы возьмем зеркальную ситуацию, футболисты Аякса первыми бы протестовали, если бы судья оборвал их атаку из-за фола, хотя их атака уже дошла до чужой штрафной. То есть все судьи дают продолжать. Играйте, мяч у вас, пожалуйста, завершайте атаку, а там мы потом разберемся. И по иронии судьбы, по жутчайшему невезению, уже играющий с красной карточкой Блинд, Блинд, я там не ошибся с фамилией, потому что я могу сейчас перепутать, продолжает участвовать в эпизоде, а в дальнейшей фазе мяч попадает в руку Фелтману. И у того вторая желтая, и у этого вторая желтая. И как бы по большому счету судья прав, в том плане, что он дал продолжить игру, он возможно даже не думал, что это вторая желтая для Блинда. А если он не думал, то, возможно, его косяк. Он должен соображать, он должен держать это все в голове. Он же судья, он за это получает деньги. Вот. И Фелтман получает тоже вторую желтую за игру рукой. Это все в одной атаке, два удаления. И это ломает, конечно же, Аякс полностью и на корню, потому что у них почти не остается полевых футболистов. У них два защитника выпадают. Просто удаление двух защитников. Как вы помните, не так давно в мире активно обсуждалась тема касательно двойного наказания. Что вот, типа, если пенальти, то футболиста удалять не надо, а то как бы это уже слишком. И удаление, и пенальти, это слишком много для команды. А тут Аякс попал на, получается, тройное наказание сразу. Удаление одного, удаление второго и пенальти. Хотя, опять же, это были вторые желтые. То есть, опять же, у судей есть отмазки на любой случай жизни, потому что он действовал правильно. Это были вторые желтые, это не была прямая красная, ни тому, ни другому. Поэтому он просто дал доиграть эпизод, а потом оказалось, что их надо повыгонять всех тут. Потому что они слишком много понарушали. Это даже четверное, возможно, было наказание, потому что пенальти был еще и забит. Получается удаление, удаление, назначение пенальти, гол с пенальти. Счет 4-3, вы уже восьмером остаетесь в поле. Понятно, что после этого Челси должен был вообще брать этот матч. Они быстро забили и четвертый. И на самом деле, ну, у них были моменты еще и на пятый гол, но этих моментов могло быть гораздо больше. По причине того, что когда Аякс остался в меньшинстве, Челси офигел от того, что все идет к ним в руки. И они старались как можно быстрее передать мяч туда вперед. Зачем? Если бы они успокоились, они бы за последние 10 минут плюс добавленное имели бы, ну, моментов где-то 10 плюс. Каждую минуту возникал бы момент, если бы методично раскатывали мяч. Потому что вас гораздо больше в футболе. Когда у тебя на одного человека больше, это еще не так заметно. Но когда на двух, это уже просто край. И Челси переживался. Челси даже это сбило немножечко с толку, что что, так легко все будет? Они имели два момента, Батшои должен был как минимум забиться точно. Но еще к чести Аякса нужно отметить, что даже в восьмером они шли в высокий прессинг. Они пытались поймать соперника в прессинг-ловушку. Они отбивались героически. Поэтому они должны были взять здесь очко хотя бы за то, что они великолепно отыграли час против Челси на выезде. И выиграли этот час со счетом 4-1. Но никто здесь не убивал Аякс специально. Никто, никакой судья не уничтожал Аякс, не забирал у них мечту, победу и так далее. Нет. Футбольных трагедий в мире очень много. Очень много. Когда команды играли лучше, но потом внезапно что-то шло не так, какая-то ерунда происходила и все сыпалось. И вот это трагедия из этого же числа. Просто одна из них. Но не было бы этой трагедии, не было бы величайшего поединка. В том плане, что две красных, два автогола. Ведь в первом тайме Аякс забил три мяча, при этом только один раз попав в створ. Автоголы ударами в створ не считаются. И счет 4-4. Будет ли что-то эпичнее в этом сезоне в Лиге Чемпионов? На этом все. Большое спасибо за внимание. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, если вам нравится. Обязательно пишите комментарии. Но самое главное вы знаете. Играйте в футбол. Играйте в футбол.